Скоро лето. Пора самых продолжительных каникул, а значит у детей будет много свободного времени и его необходимо провести с пользой. Тема предстоящей летней кампании требует особого внимания. Ее обсудили на заседании межведомственной комиссии. Были подняты вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Работники образования совместно с представителями отделов социальных служб, главные организаторы отдыха и оздоровления детей. Во время каникул школьники имеют возможность развиваться творчески, обогащаться духовно и интеллектуально. В этот период недопустимы риски нанесения вреда здоровью ребенка. Это один из главных пунктов в организации отдыха и оздоровления детей, говорили на совещании. В нем приняли участие представители загородных лагерей и управления образования районов и городов республики. Все наши усилия организаторов отдыха, а здесь находятся руководители и загородных лагерей в том числе, их оздоровление в связи с последними событиями в стране должны быть направлены на безопасность пребывания детей, а также популяризацию и пропаганду базовых ценностей воспитания, таких как любовь к родине, семья, дружба, труд, милосердие и патриотизм. В этом году отдыхом в летних лагерях планируется охватить более 12 тысяч школьников. 70% из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Впервые в региональных детских лагерях будет проведена профильная смена время первых. Еще отличительной особенностью предстоящего лета станет работа профильного тематического лагеря российского движения детей и молодежи «Движение первых». На базе Аграрно-технологического колледжа откроют лагерь труда и отдыха. Летняя оздоровительная кампания 2023 года начнется с 1 июня и завершится 3 августа, рассказала главный специалист и эксперт регионального управления Роспотребнадзора Ирина Данилина. Управлением Роспотребнадзора проводится подготовка к началу летней оздоровительной кампании, как и другими ведомствами. В настоящее время к нам обратились 107 организаций, которые планируют отдых в летнюю кампанию на территории КЧР. Для того, чтобы начать летний отдых, представители лагерей должны получить санэпидзаключение. В настоящее время специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят обследование объектов. Заключение готовности к приему детей получили 4 загородных лагеря. Затем представителям ВДМЧС ознакомили организаторов летней оздоровительной кампании с предъявляемыми требованиями безопасности. Выполнение поставленных задач перед сферой отдыха взяты на особый контроль межведомственной комиссии, чтобы в будущем оздоровительную кампанию 2023 года вспоминали с благодарностью.